Детская психиатрия. Тема СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Синдром дефицита внимания и гиперактивности СДВГ – это нарушение развития неврологического поведенческого характера, при котором ярко выражена гиперактивность малышей наряду с дефицитом внимания. Среди отличительных признаков данного расстройства, наличие которых предоставляет основания для установления диагноза СДВГ, выделяют такие симптомы, как сложность, концентрирование внимания, повышенная активность и импульсивность, не поддающаяся управлению. Вследствие того, что малышам трудно сосредотачивать внимание, они нередко не могут правильно выполнить учебные задания или решить задачи, так как совершают ошибки по причине собственной невнимательности, непоседливости, гиперактивности. Также они могут не слушать объяснений учителей или просто на их разъяснение не обращают внимания. Неврология рассматривает данное расстройство в качестве устойчивого хронического синдрома, для которого способа излечения по сей день не найдено. Медики полагают, что СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, уходит бесследно по мере взросления малышей или взрослые лица приспосабливаются жить с ним. Причиной СДВГ Сегодня, к сожалению, точной причиной синдрома дефицита внимания и гиперактивности не установлены. Однако можно выделить несколько теорий. Итак, причинами органических расстройств могут быть неблагоприятная экологическая ситуация, иммунологическая несовместимость, инфекционное заболевание женской части населения во время беременности, отравление наркозом, прием некоторых лекарственных препаратов, наркотических средств или алкоголя женщинами в период вынашивания малыша, Некоторые хронические болезни матери, угрозы выкидажа, преждевременные или затяжные роды, стимуляция родовой активности, кесарево сечение, неправильное предлежание плода, любые заболевания новорожденных, которые протекают с высокой температурой, приемом малышами сильнодействующих препаратов. Также такие заболевания, как астматические состояния, сердечная недостаточность, воспаление легких, диабет могут выступать факторами, провоцирующими нарушения в мозговой деятельности малышей. Также учеными было установлено, что существуют генетические предпосылки к формированию СДВГ. Однако они проявляются только при взаимодействии с окружающим миром, который может такие предпосылки либо усилить, либо ослабить. СДВГ-синдром могут также вызывать негативные воздействия в постнатальном периоде на ребенка. Среди таких воздействий можно выделить как социальные причины, так и биологические факторы. Способы воспитания, отношения к малышу в семье, социально-экономический статус и ячейки общества не являются причинами, провоцирующими СДВГ сами по себе. Однако зачастую перечисленные факторы вырабатывают адаптационные возможности крохи к окружающему миру. К биологическим факторам, провоцирующим развитие СДВГ, относят кормление малыша искусственными пищевыми добавками, наличие в виде ребенка пестицидов, свинца, нейротоксинов. Сегодня степень влияния этих веществ на патогенез СДВГ находится на этапе изучения. Синдром СДВГ, резюмируя вышесказанное, является полиэтилогичным нарушением, образование которого обусловлено воздействием нескольких факторов в комплексе. Симптомы СДВГ. К основным симптомам СДВГ относят нарушение функции внимания, повышенную активность детей и их импульсивность. Нарушения со стороны внимания проявляются у малыша невозможностью удерживать внимание на элементах предмета, допущением множества ошибок, сложностью сохранения внимания в ходе выполнения учебных или иных заданий. Такой ребенок не слушает речи, обращенную к нему, не умеет соблюдать инструкции, доводить работу до конца, самостоятельно и не способен спланировать или организовать выполнение задач. Старается избегать дела, требующего продолжительного интеллектуального напряжения. Склонен постоянно терять собственные вещи, проявляет забывчивость, легко отвлекается. Гиперактивность проявляется неспокойными движениями рук либо ног, ерзанием на месте, неусидчивостью. Дети с СДВГ зачастую забираются или бегают куда-то, куда это не кстати, не могут спокойно и тихо играть. Такая бесцельная гиперактивность имеет устойчивый характер и не поддается влиянию правил или условий ситуации. Импульсивность проявляется в ситуациях, когда малыши, не дослушав вопрос и не задумываясь, отвечают на него, не в состоянии ожидать своей очереди. Такие дети часто перебивают других, мешают им, нередко болтливы или не сдержаны в речи. Характеристика ребенка с СДВГ. Перечисленные симптомы должны наблюдаться у малышей не менее 6 месяцев и распространяться на все области их жизнедеятельности. Нарушения адаптационных процессов отмечаются в нескольких видах обстановки. Нарушения в обучении, неполадки в социальных контактах и трудовой деятельности у таких детей ярко выражены. Диагноз СДВГ ставится при исключении других патологий психики, так как проявления данного синдрома не должны быть связаны только с наличием другого заболевания. Характеристика ребенка с СДВГ имеет свои особенности в зависимости от возрастного периода, в котором он находится. В дошкольном периоде от 3 до 7 лет часто начинают проявляться повышенные активности малышей и импульсивность. Чрезмерная активность проявляется постоянным движением, в котором находятся малыши. Они характеризуются крайней неусидчивостью на занятиях и болтливостью. Импульсивность малышей выражается в совершении необдуманных действий, в частом перебивании других людей, вмешательством, посторонние разговоры, которых их не касаются. Обычно таких детей считают невоспитанными или чрезмерно темпераментами. Нередко импульсивности может сопутствовать бесшабашность, вследствие которой грох может подвергать опасности себя или окружающих. Дети с СДВГ довольно неаккуратны, непослушны, часто бросают или ломают вещи. Игрушки могут проявлять агрессивность, иногда отстают в речевом развитии от ровесников. Проблемы ребенка с СДВГ после поступления в учебное заведение лишь усугубляются вследствие школьных требований, которые он в полной мере не в состоянии выполнять. Детское поведение не отвечает возрастной норме, поэтому в образовательном учреждении он не способен получить результаты, соответствующие его потенциалу. Уровень интеллектуального развития соответствует возрастному интервалу. Такие дети во время занятий не слышат педагога, им трудно решать предлагаемые задания, поскольку они испытывают сложность в организации труда и доведении его до завершения. В процессе выполнения забывают условия задач, плохо усваивают учебный материал и не в состоянии грамотно его применять. Поэтому малыши довольно быстро отключаются от процесса выполнения заданий. Дети с СДВГ не замечают деталей, склонны к забывчивости, плохой переключаемости, невыполнению указаний учителя. Дома такие малыши не способны справляться самостоятельно с выполнением заданий по урокам. У них гораздо чаще в сравнении с ровесниками отмечаются сложности в формировании навыков логического мышления, умений читать, писать и считать. Страдающие СДВГ с синдромом школьники характеризуются сложностями в межличностных взаимоотношениях, проблемами в установлении контактов. Их поведение склонно к непредсказуемости вследствие значительных колебаний настроения. Также отмечается горячность, задиристость, противопоставляющие агрессивные действия, вследствие чего такие малыши не могут уделять продолжительное время игре, успешно взаимодействовать, устанавливать дружеские контакты с ровесниками. В коллективе малыши, страдающие СДВГ после поступления в учебное заведение, лишь усугубляются. Страдающие СДВГ с синдромом школьники характеризуются сложностями. В коллективе малыши, страдающие СДВГ, являются источником постоянной тревоги, так как они шумят, мешают окружающим, без спроса берут чужие вещи. Все перечисленное ведет к появлению конфликтов. В результате этого кроха становится нежеланным в коллективе. Встречая подобные отношения, малыши нередко осознанно становятся шутами в классе, надеясь тем самым наладить отношения с ровесниками. В следствии этого страдает не только школьная успеваемость детей с СДВГ, но и работа класса в целом, так как они могут срывать уроки. В общих чертах их поведение производит впечатление несоответствия своему возрастному периоду, поэтому сверстники с ними общаются неохотно, что постепенно формирует у малышей с СДВГ заниженную самооценку. В семье такие малыши нередко страдают из-за постоянного сравнения их с другими детьми, которые более послушны или лучше учатся. СДВГ гиперактивность в подростковом возрасте характеризуется значительным уменьшением, ее сменяет чувство внутреннего беспокойства и суетливости. Для подростков с СДВГ свойственна несамостоятельность, безответственность, сложности в завершении выполнения заданий, поручений, в организации деятельности. В пубертатном периоде выраженное проявление расстройств со стороны функции внимания и импульсивности наблюдается приблизительно у 80% подростков СДВГ. Нередко у детей с подобным нарушением отмечаются ухудшения школьной успеваемости вследствие того, что они результативно спланировать собственную работу, организовать ее по времени не в состоянии. Постепенно у детей нарастают сложности в семейных и прочих взаимоотношениях. Большинство подростков с таким синдромом отличают наличие проблем в следовании правил поведения, безрассудное поведение, связанное с безобъясновательным риском, неповиновением законам общества, неподчинением социальным нормам. Наряду с этим им характерна слабая эмоциональная устойчивость, психики при неудачах, нерешительность, заниженная самооценка. Подростки непомерно чувствительны к дразнению и колкостям со стороны ровесников. Работа с детьми с СДВГ может охватывать несколько направлений – поведенческую терапию или арт-терапию, ключевым назначением которых является вырабатывание сильных социальных навыков. Диагностика СДВГ, основываясь на международных признаках, содержащих в себе перечни максимально характерных, отчетливо прослеживаемых проявлений данного нарушения, можно поставить диагноз СДВГ. Непременными характеристиками данного синдрома являются продолжительность симптомов по времени течения не менее 6 месяцев, распространенность как минимум на два вида окружающей обстановки, устойчивость проявлений, выраженность симптомов, наблюдается значительное нарушение обучения, расстройство социальных контактов в профессиональной сфере, исключение других психических нарушений. СДВГ и гиперактивность определяются как первичные нарушения. Вместе с тем выделяют несколько форм СДВГ, обуславливаемых наличием преобладающих симптомов. Сочетанная форма, которая включает три группы симптомов. СДВГ с превалирующими нарушениями внимания, СДВГ с доминированием импульсивности повышенной активности. В детском возрастном периоде сравнительно часто наблюдаются так называемые состояния имитатора данного синдрома. Приблизительно 20% детей периодически отмечаются внешне похожи на СДВГ виды поведения. Поэтому СДВГ следует различать широким диапазоном состояний, подобных ему исключительно внешними проявлениями, но значительно отличающихся по причинам и способам коррекции. К ним относят СМИТА, МАЖЕНИСА или ОЛОМКОЙ Х-ХРОМОСОМЫ, ЭПИЛЕПСИЯ, РАССТРОЙСТВО ПСИХИКИ, АУТИЗМ, ОЛИГОФРЕНИЯ, АФИКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВО ИЛИ ШИЗОФРЕНИЯ. Лечение СДВГ. У детей имеют определенные методы, направленные на возрождение расстроенных функций нервной системы, их адаптацию в социуме. Поэтому терапия является многофакторной, включая диету, не медикаментозное лечение, не лекарственную терапию. В первый черед следует заняться нормализацией работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому предпочтение в жизнедневном рационе нужно отдавать натуральным продуктам. Из режима питания следует исключить молочные продукты, яйца, свинину, консервированную и содержащую красители пищу, рафинированный сахар, цитрусовые фурукты и шоколад. Немедикаментозное лечение СДВГ у детей подразумевает видоизменение поведения, психотерапевтические практики, педагогическое и нейропсихологическое коррекционное воздействие. Малышам предлагается облегченный режим обучения, то есть уменьшается количественный состав учебного класса, уменьшается продолжительность занятий. Детям рекомендуется сидеть за первыми партами для возможности концентрации внимания. С родителями также необходимо провести работу, чтобы они научились относиться к поведению собственных чад с терпением. Родителям необходимо объяснить необходимость контроля с их стороны над соблюдением дневного режима гиперактивными детьми, обеспечение малышей возможностью расходовать излишнюю энергию при помощи физических упражнений или длительных прогулок. В процессе выполнения детьми задач необходимо свести к минимуму утомления, так как гиперактивных малышей отличает повышенная возбудимость, то рекомендуется их частично изолировать от взаимодействия в больших компаниях. Также их партнеры по игре должны обладать выдержкой и иметь спокойный характер. Немедикаментозное лечение охватывает использование некоторых психотерапевтических методик. Так, например, коррекция с ДВГ возможна с помощью ролевых игр или арт-терапии. Коррекция с ДВГ при помощи медикаментозной терапии назначается в случае отсутствия результата от других используемых методов. Кроме этого, работа с детьми с ДВГ должна быть целенаправлена на разрешение нескольких задач. Проведение комплексной диагностики, нормализацию семейной обстановки, установление контактов с педагогами, повышение самооценки малышей, выработку послушания у детей, обучение их уважению прав других индивидов, правильному вербальному общению, контролю над собственными эмоциями. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всего доброго. Продолжение следует...